Всем привет! Параналик 12 после! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Приятного видеть вас у себя в гостях! Сначала откушаем. Проходите опять за стол к нам. У нас опять вкусняшки. Отманы, да? У нас сегодня курина свиная. Свинина у меня была и грудка крученная. Немножечко побольше грудки. Ну, а точно я один к одному делаю. Тевтели. Получается на 800 грамм мяса. 4 столовые ложки риса. Такие тевтельки в сметанно-томатном соусе. В духовке час запекаются. Макароны у нас. Какао. У детей какао. Я не знаю, с сахаром угадала? Не знаю. Вкусное какао? Получается на 500 грамм молока, на 500 миллилитров, полторы, три столовые ложки какао, три столовые ложки сахара. То есть вот так вот. Сало копченое от папы. Нашла в морозильной камере. Вчера много чего доставала и нашла. Упала. У меня есть тарелки, я полезла еще. Перчик маринованный и оливки. А, ну и овощная нарезка. А, еще у нас капуста, брокколи. И хлебушек. И хлебушек. Что-то перечисляю, перечисляю. И перец. И перчик острый, да. Здесь тарелка очень вкусная. Вкусная, да? Да. Риса даже не видно, да? Угу. Больше не можно. Надо ежики. Ежики я люблю, что вот топчат здесь везде. Топчат на пару. Слушайте, идите, доставайте. Там Костя с Максимом делали овощную нарезку. Брокколи лежит. И помидоры. Огурчик, помидор, перчик и лук. Угу. Угу. И огурчик. Угу. Угу. Брокколи мороженое, оно отважное. Я не стала больше его варить. Просто в кастрюльку и кипятку он с чайника завела. Оно разморозилось и достаточно. А у Вани нету тевтелей. Иначе Ваня сейчас будет опять же кричать капуста. Капуста, да, у меня? Кто ножками делает? Мюшка, ну кто делает? Ну не делай, Паша. Ну ты грудь, чем меня прям делаешь. Ага. Спасибо, Костя. Вкусно. Что вы сегодня не соревнуетесь? Ага. Костя. Все, завязывались. Угу. Нет, зачем. Какое сало вкусно. Да. У нас когтик где-то нету, а папа приел, строил старую печку газовую, поставил ее на печку от казана, да? И когтик мы. И так вкусно получается у него. Угу. А, быстро. А это зеленые маслины? Маслины черные. А зеленые называются оливки. Вкусные. Маслины черные. А пахнет, когда слины? Ну да. Тоже самое. Трудственники. Я горошек, сын. Кого ты будешь? Горошек. Это не горошек, сын. Если не будешь мне в тарелку, попробуй. Это капуста. Это знаешь. На, попробуй. Я надо понюхать. Ну, не глядя. Они вкусные, вот как маслины. Мальчики банками любят есть. Вчера открывали. Да? Да. Не хочешь? Ну, с крашку уже клади у себя. Угу. Угу. Я тоже уже после тебя не хочу сюда. Угу. Угу. Я уже котлеты съела. Да у тебя там котлета-то была. Одна сотая от котлеты была. Я тебе чуть с Алью-то разломила. Типки ли очень большие. О, ну ты большая. Большая часть. У тебя маленькая. У Снежи. А у Вани вообще не одной. Ха-ха. Ха-ха. Давай котлетку положу чуть-чуть. Угу. А будешь? Угу. Совсем вот так вот. Смотри чуть-чуть. Капусты нету. Там рис. Угу. Один рис. Угу. Это теселька. Да не нюхайте. Ну что, мама тебя отравит, что ли? Угу. Угу. Что, какао вкусный? Угу. Угу. Кушай. Кушай. О, какой кушай. Угу. 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 Кушай. Угу. 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 Салфеткой я так. А сейчас ты когда он там сидишь, ты лучше ешь. Ты все ешь. Угу. Я не разговариваю, он там пьет. Угу. Угу. Так, надо доедать, 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 доедать. Доедай, Маню-то ставим. Ставим. Да, скажи так. Давай, доедай. Что смотришь на меня, не забрала, там еще целая кастрюля. Ну, давай докушаешь хотя бы то, что есть. Пусть тебе совсем чуть-чуть положили. Мама старалась, думает, Маня сейчас покушает, такой сильный стук. Мм? Позвони, 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 Позвони. Ну, ладно. Уж у нас Миска, ну, звонит целый дом народу. Мм? Ты ждешь телефонного звонка? Мм? Сегодня Снежана вся в печали. Ей никто компанию составить не хочет. Зато мы с тобой диктант написали. Компанию, она ищет с кем погулять. Тима, куда в поселок сходить, в столицу? Она хочет на... И больная больная. Никто с ней не хочет. Но зато мы с тобой диктант написали? Написали. Мы с тобой почитали? Почитали. Все дети сегодня почитали. Угу. И я. Я тоже. А ты что читал? Я... Руджетроник. Руджетроник почитал? Да. Угу. А я... Ты там мальчик потешал и... Я не знал, что есть родители. Да не знай, кто тут читает. Да. Я знал, что он не знай, что делал. Съедай. Мам, мне расскажи, что почитал. Давай. Не знай, когда хотел стать художником, он всех пересылал. Вначале он носил, вместо носа градусник. Охотник у нас... Ну он так представлял себе, да? Да, представлялся. Я их мечтал. А ты как мечтал? Ну, про жеронок и про настон. Рожки? Кто дальний зодчик, кто только видит вблизи. Рожки, бать, бать. Кто поворачивается, может, на сколько-то нравится. Ага. И про что, по настону, все равно. Нет, а про что? Кто туда, кто туда, кто туда? Так. Иди-ди-ди-да. Ну, дальний. А, кто из насекомых это самый лучший видит? Это стрекоза. У нее на одном глазу маленьких зрачков 27 тысяч. Да ты что, я правда не знала. Стрекоза из всех насекомых лучше видит, да? Доча, возьми, пожалуйста. У нее глаза одинненно две полосы. Наверху она видит толстыми кружочками, а внизу очень маленькие. Максим познавательное читал. Он у нас в детстве вообще не любил. Смотрел, вот ему включи про море, да? Би-би-си, вот эти все каналы он вообще любил. Булькин, не знаю, чем нарисовать Булькина. Это, это, он мне нарисовал вместо, вместо гус, он нарисовал зеленые уши. На попку сядь? Спасибо. А почка, а своего, как почка, он нарисовал очень толстым. Он нарисовал, что для этого уши. Давай ты слушаешь, да? Покушаешь. Я уже почти счастливый. Очень, я сегодня всех победил. Очень такая книга интересная. А ты ел? Ел. Я тоже. А котлету ел? Две. А котлет ел? Я же капусту не отец ел. Когда ешь, как папа поел, то я ел. А брокколи? А ты чего не знаешь, что сегодня прочитал? Ты, ты сегодня... Ой, ты же читал электроник, что ты прочитал? Ну что, это... Эл. Эл. Самое интересное. Не готов был к вопросу, ничего страшного. Читал точно, дедушки читал ходил. Анюта дедушки ходила, Максим тут читал, Снежана мне читала. А еще там было про гекона. То, что он может... На кого? Гекона. Это кто? Ящерица. Это ровесник, просто ящериц. Да? Угу. Он что-то узнал? Он может ходить вверх ногами по потолку, он может карабкаться на стены и на всякие... А он большой? Ну, больше, чем ящерица. А, да? А написано... А написано было в каких... Где он живет? Не было? Странно, что-то. Мам, не слушай. Я один раз смотрела передачу про варана. Варан, знаете, да, большая ящерица такая? Да. И вот в одной стране там, в общем, начал варан, говорит, мужчина спал и понял, что к нему каждый раз, когда он ложится спать... Он его укусил, и они начали исследовать. А, его укусил варан вместе с папой смотрели, они начали исследовать и поняли, что он постоянно приходит, но не могли понять, почему именно приходит к этому мужчине. На самом деле, мне стало сказано, что мужчина всегда спал в носках, а они были у него несвежие. И на этот запах ворь варан приходил. И кусал? Ну, укусил один раз. Вывод. Меняем носки. Меняем носки, этот варан не пришел. А потом помердевать, мне не пришел голову. Интересно. Да, как кеминка варан. Кеминка варан. Варан? Большая ящерица очень, если ты вот так вот видишь, если ты вот так вот видишь, если ты вот так вот видишь, испугаешься очень. А он домой надо заводить, а вообще это заводить, а не поводить, как это. А он, он, брат, а он четыре метра, надо заводить. Ну, четыре метра. По-разному, по-разному. А вот это четыре. Вы можете сами исследовать. Да, и нам на следующем. А я видела, я видела большую стреконожку. Стреконожка. Ну, я видела. Стреконожка. Да, стреконожка. У тебя получается очень, придумывают новые слова, молодец. Равно ты веришь, что ты правильно говоришь. А еще, когда мы уезжали в магазин, нашли ящерицу. Ну, это маленькие. Мы когда переехали, у нас их тут столько много было. Да, сколько ты говорил, когда мы доски ехали. А еще это папа, и она маленькая такая. А, помнишь, папа, когда я дышел, там из-под земли прям такая вот ящерица. Выплазник. Без всякого этого. Без панциря? Да. Нет, это змея. Да, змея. Мама, а что мы здесь писать? Давай-ка, дай, ты положил себе добавки. Ну-ка, давай себе. Я все съела. Молодец, доченька, молодец. А добавки беру? Я отбежу тебе в тарелку. Там ничего не было у тебя, и еще и осталось. Ну-ка, дай, 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 дай. Доченька, у тебя вообще там ничего не было? Одна сотая от котлеты была? И одна сотая от... А ты что, добавку не ела? Ничего, Анюта нет. Ну, это потом на добавки на косик-то. Мне там лично одно и добавки в этой книжке. Кто дальнозорки, кто только близко видит. Про литок там. Это красная книга? Нет, вот я покупаю вам вот такие книжки на спиральках. Сколько вопросов, 100 ответов. Да, 100 вопросов, 100 ответов. У нас несколько книжек таких. Я их все пришла. И подборозом она... На слайде змея... Ну, так... Змея упал за... Она была мертвая, но она притворилась живой. Мертвая была, притворилась змеей живой. Анюта, вот это... Да, она притворилась. Самая лучшая, наверное, самая лучшая фраза дня. Мертвая, помолиться и живой. Так, девочки, идите кушаем. И флотонный полдень. Кушаем, дети, кушаем. Кушаем зелень, кушаем. Котлетки. Такие мама надела здоровые тефтели. Мама, а бывает зеленая змея. Да. Ну, разные цвета бывает зеленая, да? Красная и желтая змея. Да, что-то перебиваются по-разному. Горьков и бег. Мама знала, есть такая змея, которая кусает его. И у кого-то может замыкание сердца будет. Умрет человек, ядовитая, да? Есть ядовитые, да? И у которых есть пятна. У нас вообще, сейчас, Анюта, у нас вообще очень грамотный Ваня. Он вообще не любит, вот я прям веду борьбу, он не любит смотреть нотики. Он постоянно смотрит научные передачи. Но если меня рядом нету, и папы в радиусе в каком-то, он смотрит, как машины разбиваются, самолеты разбиваются. Я когда увижу, что он постоянно смотрит, я говорю, так, включил что-нибудь хорошее, познавательное. Вот тогда папа ему, потом кричу, папа, иди ему, включай что-нибудь. Вот папа ему то про муравьев, то про муравьев. Ваня у нас сейчас, вот Иван, ему хочет... Мы вчера смотрели... Сыночка, пускай он работает. Мы вчера смотрели, папа ему хочет на Валбаре заказать муравьиную ферму. Просит, сам пришел и попросил. Но мы вчера, папа говорит, закажи. И что-то весь вечер Иван разбирался, почему муравьев сразу нет. Оказывается, их получаешь в ферму, а потом только надо муравьев заказывать. Ну, представляю. Вообще, сразу не получится. Я, если честно, сначала ничего, он у меня уже... Говорит мне про это давно. Я говорю, у нас что, муравьев мало? У нас очень много туалетиков. Это не болит, а мы убегаем. Что, покушали? Будем прощаться? Да. Спасибо, что посидели с нами на таком прекрасном обеде. Дети все высказывались, рассказывали, что сегодня читали. Рассказывали свои привычки, эмоции. Мам, мы подписчики приезжали. До скорой встречи. Приятного аппетита всем, кто с нами кушал. Всем пока-пока. Пока-пока.